Добрый вечер нашему гостю. Добрый вечер. Итак, первый вопрос. В общем-то, догадываетесь, наверное, сами, да, на прошлой неделе достаточно резонансное событие. Новый, исполняющий обязанности секретаря Гурсовета, он же, в общем-то, фактически мэр до новых выборов города у нас появился. Мы не слышали еще в этой студии обсуждения этого вопроса. Поэтому вам вопрос, почему, собственно говоря, этот процесс состоялся сейчас? Добрый день всем. Мне очень приятно присутствовать в этом, на этом телеканале. Я скажу в двух словах, секретарь существующей, действующей сегодня, булавка, а не его, она и у мэра на сегодняшний день. И у мэра, да. Да, совершенно верно. Смотрите, почему случился этот вопрос? Почему так случилось именно в ту среду, а не раньше, за год до этого? И почему такая ситуация состоялась? Если взять по итогам прошлого года, в марте, после всех вопросов, касающихся майданов, после всех, касающихся общественных движений, мы сами видели ситуацию, что в Донецке, в Луганске люди, которые пошли сегодня переворачивать местные власти, те же депутаты, те же общественность, высловывали недоверие, скажем так, недоверие нашей власти, изменили там или в другом месте голов, секретарей, мэров. Мы увидели ситуацию, то, что случилось там. Это ДНРы, ЛНРы и тому подобное. В Днепропетровской области было принято решение для того, чтобы мы не дестабилизировали ситуацию в Днепропетровске, в самом городе по этим вопросам решили не снимать. Всю власть полностью не менять? Не менять однозначно, а поставить ее на жесткий контроль и смотреть за ситуацией, как она будет исправляться, будет ли исправляться, не будет исправляться. И этим дать времени и срок для того, чтобы понимать ситуацию, можем ли мы это сделать, нет. Мы сами прекрасно знаем, какие были движения в мае месяце, на 9 мая, на 1 мая. Мы видели ситуацию, как проходили митинги, одни и другие раскачивали город Днепропетровск. И с этим вопросом было принято решение не трогать сегодня и не делать дисбаланс сегодня сил, которые могли бы быть тогда и в Днепропетровске, и в Днепропетровской области. Я так понимаю, судя по вашим словам, сейчас власть не исправилась, да? Власть городская. Власть не то, что не исправилась, они начали жить старыми схемами, почувствовали расправив крылья, почувствовали, увидели, как оппозиционный блок сегодня в Непетровской области набрал определенный процент Верховный Совет, почувствовали силу и попытались сегодня монополизировать все ветки власти и делать то, что они делали до этого. Мы сами прекрасно видели, и в пресс-конференции замгубернатора рассказывала ситуацию, о том, где какие хищения происходили, какие хищения происходят до сих пор. На сегодняшний день мы занимаемся и пресекаем эти вопросы, которые есть. Если взять в целом разобраться, то мы видим ситуацию по водоканалу, в том же, только на посредничестве заработали 7 миллионов, какая-то компания прокладка. А вы узнали об этом только сейчас, или вы же депутат были Горсовета и раньше? Если вы помните и знаете, присутствуете на сессии, и ваши журналисты присутствовали, вы видели, как мы сегодня, сегодня и тогда воевали против действующего режима Вилкула и действующего режима, который был партией региона. Как они монополизировали, я, по большому счету, занимаюсь в свое время транспортом, занимаюсь транспортными проблемами, отправились специально в комиссию по здравоохранению. Но мы все равно работали над этим, поднимали вопросы горячие, много запросов было депутатских, и как и по ЖКХ, так и по здравоохранению, так и по транспорту. Точно так же вопросы были по водоканалу. Вопросы были, я могу даже элементарно пример навести, то, что мы сегодня видим ситуацию, то, что государственное предприятие раньше было Укртелеком. Укртелеком стал частным. Все сети, которые существуют в городе Новопетровске, используются Укртелекомом, за землю, никто не платит. Точно так же по обл.н.р. точно такие же вопросы есть. Те вопросы с депутатских, которые отправляются, они даже на сессию не выносились. Я имею в виду за период, когда поменялся вектор власти, за этот год, да? То есть вот эти все данные, они невозможно было... Все материалы собраны, собираются, проводится аудит, собирается полностью информация от предприятия. Естественно, скажу честно, что если посмотреть по изменениям в городском совете и по голосованию, мы видели прекрасно, что многие после сессии, когда произошел процесс голосования по Романенко, отстранение, 72 депутата проголосовало. Кто бы кто ни говорил, депутаты сами пришли и сказали, что уже надоело. Надоело терпеть, надоело издевательства, надоело масса вопросов, которые хамское поведение секретаря городского совета Романенко в сессионном зале, не только по отношению к депутатам, но и к гражданам, которые присутствуют на сессии. Вот мы это видели как издевательство и хамское поведение. И тогда, скажем так, в то время не было рычага управления, милиция была полностью под вилкулом. Вы сами видели тетушки и все остальное, которые побили обычных граждан, которые приходили что-то говорить. Люди боялись, были запуганы. Точно так же прокуратура была, и до этого периода вы видели, что с прокуратурой была Федек, что вытворял на сегодняшний день любые запросы, любые вопросы, которые были касающиеся коррупционного сговора, все, оно как-то заклуарно пропадали. Любые вопросы, которые подавались и от областной администрации, и от депутатов. У нас были поданы депутатские заплаты и Гетьмана, и группа наша «Единый Днепропетровск» в прокуратуру, касающаяся рекламы, которая висела в городе Геопетровске без единой уплаты налога, без уплаты в коммунальные предприятия, электротранспорт, за размещение рекламы. За счет только этого можно было посмотреть, что тот же Федек, который был сегодня прокурором области, он не решал эти проблемы, которые задавали сегодня горожане, задавали сегодня. То есть где-то какой-то был сговор. Ну, судя по вашим словам, сейчас бюджет городской должен быстро наполняться, начать. Я считаю, сегодня, после всех вопросов, которые мы сделали в городском совете, сделали совместно со всеми депутатами, которые захотели сегодня, чтобы наши горожане почувствовали сегодня реальную работу, реальные реформы, реальное оживление, потому что не может быть так, как было. Не может. Мы не можем сегодня содержать 14 человек водоканала замов, 14 человек водоканала замов, содержать просто за счет ваших с нами денег. Это деньги, которые платят простые люди, простые горожане, которые пользуются водой. Коммунальные предприятия... Которые объясняют, что тарифы поднимаются, потому что все дороже. Совершенно верно. Нужно в корне пересмотреть ситуацию, в корне пересмотреть ситуацию по коммунальным предприятиям, в корне пересмотреть ситуацию по вопросам, которые застрагивают непосредственно наших горожан. Вы говорите, почему именно Романенко накипело, наболело? Нет, у меня вопрос, почему не у меня, собственно говоря, а обсуждение продолжается до сегодня, по разным причинам. Почему Галина Ильинична? Смотрите, было очень много кандидатур, которые хотелось бы выставить на то, чтобы был новый секретарь. Я скажу честно, очень масса кандидатур, некоторые отказались сами, потому что... Сколько кандидатов? Нам была представлена информация по двум. Шесть кандидатов, которые сегодня блукало в Закуарно. Честно говоря, я не хочу. На сегодняшний момент я считаю, что я нахожусь на своем месте. У меня масса работы связана с АТО, масса работы связана с областной администрацией, масса работы связана с детками, которые мы вывозим из зоны боевых действий. К сожалению, я занимаюсь той работой, которой сегодня мне доверили в областной администрации. К счастью, наверное, к вашему. К счастью, к сожалению, надо посмотреть, как... Ну, если вы выполняете и, в общем-то, согласны. Почему именно булавка? Смотрите, я объясню ситуацию. Те кандидатуры, которые предлагались, мы сегодня прекрасно понимаем, что до тех выборов, которые осталось, шесть месяцев. Шесть-семь месяцев до процесса стартового. Если бы мы сейчас взяли и избрали одного или другого, и по тем кандидатурам, которые были, мы смотрели там... Он будет 300 раз хороший человек. Но мы смотрели на то, чтобы был компромисс. Компромисс в городском совете с депутатом. Мы сделали, обходнулись, посмотрели, пообщались с теми или с другими депутатами, для того, чтобы мы понимали, поддерживают, не поддерживают, какая кандидатура всех устроит. И на данный момент, в целом, больше всего голосов и больше всего подписей собрала кандидатура булавки Галины Ильиничной. Почему? Потому что, первое, она была работником номинкультуры, которая все время занималась бумажками, сессивными голосами. Это человек, в общем-то, в чиновничной работе достаточно опытный. Она знает, знает и сразу же начнет работать, а не вникать в подробности, не вникать в работу городского совета, не вникать в работу депутатскую, которая сегодня велась. Она была членом комиссии по материнству, депутатом городского совета в комиссии. Кроме этого всего, были кандидатуры, которые были частными предпринимателями. Были кандидатуры, на которых было очень много оформлено бизнеса своего депутата. Естественно, процесс выхода с учредительства, процесс регистрации, это занимает определенный вопрос. Плюс спецпроверки, которые проходились бы по каждому из них. На полтора-два месяца остановить работу городского совета, извините, ни вам, ни мне это не позволено. А идеологические вопросы, принадлежности к бывшей власти, никого не смущали? Вы знаете. Опять-таки, это обсуждается, вы знаете об этом, те документы, которые объявлялись. Мне тоже много не нравится, что сегодня говорят, что Северодонецк, затрагивают вопросы, касающиеся. Мне тоже много вопросов не нравится. Это компромиссная фигура, которая сегодня была избрана. Фигура, которая сегодня сказала, что я не политики, я работаю сегодня на благо горожан. Она сказала и всем депутатам, перед тем, как идти на такой шаг, она тоже взвесила все сеза и против. Она знала, что против нее будут использовать разные ситуации. Но она, я думаю, докажет работой, докажет делом, докажет реформами, которые будут идти только на благо горожан, упрощение документов, получение документов оборотов. Один из сегодняшних моментов, который был на сессии, я могу даже озвучить всем, что было принято большинством депутатов, это политическое решение было принято сегодня, вынести те решения, которые 2010 года были где-то под коверно спрятаны у людей, которые обычные люди, бабушки, дедушки и простые люди, которые не могли получить сегодня приватизационные вопросы, касающиеся своих земельных участков. Мы их вынесли на сессию и проголосовали. Это больше 450 участков на сессию вынесено и проголосовано. Их уже обработали? Конечно. Они были обработаны, просто лежали, их не выносили на сессию. По каким-то предлогам Романенко, Величко и ряд людей, которые широких, которые сидели и ждали команды от кого-то сверху, чтобы это сделать. Мы это все сделали. Коротко, давайте закончим сейчас, к сессии перейдем, не очень много времени остается. Галина Булавка в участии в выборах, предстоящих выборах мэра будет принимать или это еще не обсуждается? Галина Ильинична сказала одну вещь. Я не политики, я буду работать на благо горожан, я буду работать, избираться, если получит такую возможность, избираться депутатом городского совета в мэра города. Она не претендует и претендовать не хочет. Она сегодня в нынешней ситуации, она выступила компромиссной фигурой, модератором сегодня депутата городского совета. Насколько законно это голосование происходило? Опять-таки процедуру проясните. Есть сегодня закон, есть сегодня регламент городского совета, который четко предусматривает, есть статьи, которые говорят о том, что если секретарь городского совета не хочет собирать сессию, и по какой-то причине откладывает этот вопрос, затягивает, мы сами видели, что с января месяца сессия не проводилась, потому что были спорные вопросы, потому что мы уже занимались коррупционным деянием водоканала, занимались коррупционным деянием тех предприятий, которые приватизации 96 объектов, которые сегодня были украдены у города, на сегодняшний день уже 90 объектов вернули, 6 объектов еще находятся в судебных решениях. Это очень тяжелый труд, это очень масса саботажа, которая делалась и в городском совете. И к чему я? К законности процедуры. И это все оттягивалось и откладывалось. А по поводу законности процедуры, это все законно, и на сессии городского совета по регламенту мы поступили совершенно верно, юристы дали свое заключение, что это правильно. Мы сегодня не видим ни обращений в суд, ни обращений нет. Есть воля депутатов, 72 человека, которые сегодня проголосовало, хотя присутствовало на сессии 86 человек, которые проголосовали за снятие 72 человека, за назначение булавки проголосовало, если память не изменяет, 68 человек. То есть это те люди, которые сегодня целенаправленно пришли на сессию, сами пришли, не то что рассказывали, там загоняли кого-то. Мы прорабатывали этот вопрос с февраля месяца, обговаривали конец этого года с февраля месяца. Все это было известно, Романенко, и все он всяческими силами перекладывал решение сессии. Когда он явился на сессию, по регламенту было объявлено, назвать головой учеба, мы его призначили большинством голосов в городском совете. Мы большинством призначили, и булавка начала сегодня вести... Первую сессию уже провела. Кроме вот этого пакета непроголосованных решений, что еще на сессии сегодняшней? Ну так вот коротко, если возможно. Коротко, ну сегодня были очень много интересных вещей, мы просто те сессии, которые не проводились, откладывались вопросы земельные, в основном экономические, те, которые сегодня переброска денег с одного фонда, ну с кода на другой код, для того, чтобы город не стоял, работал, жил. Вот, это вопросы, касающиеся прозрачности власти, один из вопросов, который касался публикации всех решений, всех коммунальных предприятий. Мы там с поправками его внесли, на следующей сессии это будет полностью уже отредактировано решение, со всеми изменениями, которые внесли депутаты и коллеги. Вот, мы это все подадим и еще раз проголосуем, утвердим. Я думаю, что споров нет никаких, мы должны понимать ситуацию сегодня, как публикуются решения, что сегодня депутат принимает, какой депутат голосует за какое решение. Должно быть прозрачно, честно и понятно, чтобы каждый человек мог найти, как решение по земле, как решение по тарифам, как решение по коммуналке. Любое решение, которое касается городского совета и власти, должно быть доступно, прозрачно и видно на сайте городского совета. Когда это будет так, и я думаю, вопрос коррупции тоже будет очень такой, знаете, интересный, когда чиновник пытается спрятать решение или подложить решение, были же факты такие, что до сих пор рабочая группа работает о том, что решение, которое было проголосовано, было вложено на листы специально с какими-то объектами недвижимости по этому самому. Есть масса нюансов. Это должна быть прозрачности, и когда оно будет на сайте висеть, когда это будет лежать не только на сайте, а еще лежать в этом самом, это будет отчетность работы, куда тратятся деньги, как и депутатские, куда тратятся деньги, как и коммунальные предприятия, в частности водоканала в том числе. Сколько он зарабатывает, куда он их потратил и куда он может их потратить, и какие проекты, какие тендера у него будут. Это все будет в прозрачности. Второй вопрос, который я считаю, на мой взгляд, очень нужный и очень полезный для горожан, это сегодня проявилось ответствие решения городского совета по поводу приватизации земельных участков по фактическому месту строительства. Там очень есть поправки интересные, которые сегодня упрощают процедуру получения. Совершенно верно. То есть это тоже одно из решений, потому что не может бабушка стоять в очереди и ждать своей очереди, когда там кто-то, если изволить чиновников, подойти к ней и посмотреть на нее. Не должно так быть. Должно быть очень четко, понятно, прозрачно и доступно для каждого из людей и очень просто, без всяких затрат, без всяких вопросов. Ну, смотрите, чтобы завершить сегодняшнюю беседу, коротко, скажите мне, новая власть, да, это фактически мы воспринимаем как новая власть городская, да, новая? Ну, новая же. Самое интересное будет на следующей сессии. На следующей сессии, я вам скажу, будут приниматься решения по заступной комиссии головы, по начальнику управления, составу комиссии. Не то, что увидим новое или новое, мы посмотрим на ситуацию, как будет найден компромисс в тех или других вопросах, касающихся доступности и прозрачности работы городского совета. Вот, я что хочу сказать, два хороших варианта берем. Новая власть появляется, это либо поддержание существующего порядка, я не говорю о худшем, да, либо улучшение. Как быстро мы увидим улучшение и увидим ли? Вы знаете, я по сегодняшнему даже моменту могу сказать единственное, что есть у нас и антюристы в городском совете, которые не голосуют за те или за другие решения. Например, если предприятие находится в ликвидации, и за него демонстративно 20 человек не голосуют, не будем называть какая-то партия и как они переименовываются, но я вам скажу, что нельзя такого делать. Почему? Потому что сегодня, если в процессе ликвидации находятся предприятия и на балансе числятся помещения, которые нужно обслуживать сегодня и горожанам, и горожане должны видеть сегодня работу реальную, которая касающаяся уборки территории, обслуживания жилого фонда и всего остального. А они демонстративно не голосуют, зная то, что с января месяца эта проблема очень большая, и процедура ликвидации, это же опять же зарплата тем ликвидаторам, которые находятся на этом предприятии. Это все затягивается, мне кажется, это делается умышленно. Я думаю, что по этому вопросу то же самое будет и в городском совете. Что есть люди-авантюристы, которые балансируя на 20 своих голосах, они смогут там не договориться, а просто шантажировать тех или других людей. Вот я бы сказал, я думаю, что по поводу прозрачности и доступности мы должны это увидеть с вами вместе и сделать так, чтобы это было. Моя задача основная сегодня помочь и городскому совету, я 4,5 года был в оппозиции против Романенко, и все видели его реакции, выходки на мою, скажем, фигуру и на ряд депутатов, которые находились у нас. Это было избиение депутатов даже, за что не расследовались даже материалы в прокуратуре. То есть я думаю, что результаты будут однозначно, и эти результаты должны быть положительными для людей. И телефоны, и приемные наши работают, и мы готовы включаться в работу. Мы поднимаем острые вопросы, которые наболевшие, и которые многим не нравятся в этой ситуации, но ситуацию нужно ломать. Ну что, посмотрим, ждем тогда следующую сессию, да, потом уже сразу улучшение ждем. С удовольствием. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Благодарю вас. Хорошего дня. Продолжение следует...